Здравствуйте, с вами вновь Александр и продолжение обзоров на летние коляски сегодня я хочу рассказать вам об обновленной версии коляски Baby Zen Yo-Yo это модель уже 2016 года и она имеет приставку Plus сегодня мы ее рассматривать будем в комплектации именно два в одном так что давайте изучать Собственно вот коляска Baby Zen Yo-Yo 2016 года с приставочкой Plus немножко о технических характеристиках расскажу в варианте два в одном она предназначена для детей с рождения до 4 лет и максимальный вес ребенка не должен превышать 18 кг имейте это ввиду при покупке и рассматривать мы с вами начнем ее сначала в варианте люльки потому что ей вы наверняка начнете пользоваться первой что из себя представляет люлька здесь люлька не в привычном нашем понимании как отдельная такая люлька которая ставится просто на шасси здесь конструкция немножко другая эта люлька она состоит из двух точнее говоря только из твердого дна которая обтянута уже материалом ребенок главное лежит на ровной поверхности это самое главное вот и она дает возможность складывать ее вместе с люлькой я вам сейчас тоже покажу что она из себя представляет соответственно мы имеем дно козырек и матрасик который пристегивается на замочке вот он достаточно большой ребенок здесь хорошо будет закрыт внутренность здесь имеет бархатистый материал очень такой приятный тактиль на сам матрасик соответственно на чем ребенок лежит и подушечка из того же материала что и внутренняя часть накидки на ножки также имеются здесь пятиточные ремни с мягкими накладками на плечевую паховую зону ребенка и их можно снять если они вам не нужны вот соответственно прохладником и замочек застегнули замок все соответственно из-за замка прилегает все хорошо ниоткуда не поддувает ничего поэтому в прохладную погоду ребенок будет хорошо здесь закрытый уютно себя чувствует вот соответственно мы имеем козырек кстати козырек это одно из отличий по сравнению с предыдущей моделью в модели прошлого поколения не было вот дополнительно вот этой секции здесь ее добавили ребенок соответственно больше закрыт от того же солнышко очень удобно также для посадки для комфортной посадки ребенка мы можем отстегнуть кнопки козырек отодвинется и у нас соответственно больше места чтобы ложить ребенка пристегивается это все соответственно тоже очень просто все пристегнули и едем дальше соответственно все это конструкция вся она очень легкая вес коляски пять с половиной килограмм поэтому очень-очень удобно ее транспортировать вот давайте теперь посмотрим как ее складывать вместе с блоком здесь сама процедура не изменилась также две кнопочки нажимаем опускается у нас ручка снизу мы имеем кнопочку красную нажимаем все вся конструкция у нас сложилась вот так это выглядит в сложенном виде есть ручка ремешок точнее говоря на плечо комплектацию кстати входит и транспортировочная сумка в которой можно это все положить и перевозить и кстати в комплектацию раз уж сказал еще входит и оригинальный дождевик на коляску вот чтобы разложить все тоже очень просто берем за ручку и отпускаем вот это все раскладывается как говорится одним движением руки все очень просто вот это что касается люльки давайте теперь рассмотрим ее прогулочную часть этой коляски бэйби зеню и плюс и осматривать мы ее начнем сверху вниз как обычно начнем с ручки ручка по сравнению с предыдущей моделью здесь не изменилась нисколько она на том же уровне также она не регулируется ни по углу не по вылету но прямом росте сто восемь шесть сантиметров мне эта высота вообще идеально подходит вот ручка обита с прорезиненным материалами имеет имеет очень удобный хват что касается капюшона капюшон здесь остался прежним он не огромных размеров он стандартный но все равно достаточно хорошо защищает ребенка от солнышка вот так же здесь есть окошечко с пленкой чтобы вы могли наблюдать за ребенком и расскажу об отличие еще с предыдущей моделью здесь на спинке появилась вот такая вещь как кармашек на замочке очень удобно можно сюда что-то положить раньше этого не было что касается самого сиденья давайте его рассмотрим более внимательно сиденья здесь как таковое в целом не изменилась бампер не появился есть система для безопасности это пятиточные ремни также накладки на паховую и на плечевую зону ребенка здесь есть вот здесь здесь в этом плане все стандартно по расцветкам все тоже самое практически цвет меняет соответственно только матрасик и капюшон вот эта часть остается всегда черной и рамы бывают черные и белые поэтому можно что-то для себя подобрать комбинацию интересную вот теперь давайте посмотрим как наклон какой наклон имеет эта коляска и опять же здесь же будет небольшое отличие от предыдущей модели здесь получается на мой личный взгляд насколько я помню наклон был меньше сейчас мы можем наклонить сделать сделать более горизонтальное положение чем было раньше вот но здесь нет полностью горизонтального соответственно положение но это очень хороший наклон для того чтобы ребенок спокойно поспал вот соответственно сама регулировка тоже осуществляется тем же способом что и раньше здесь обычный ремешок мы его тянем он соответственно соответственно натягивается и таким образом мы можем посадить ребенка так и здесь кстати тоже есть кармашек сеточка в который можно что-нибудь положить так что касается шоссе шоссе здесь практически не поменялось оно как было очень качественно сделано очень красиво все это выглядит качественно сделано ничего не лифтит не скрипит не гремит в этом плане претензий вообще никаких коляски нет вот что изменилось шоссе так это багажник стал больше раньше он был уже сейчас его сделали пошире раньше он был приблизительно вот по этим трубкам он был таким длинным сейчас они сделали его еще и даже пошире также здесь есть и подножка для ребенка что касается колес колеса здесь принципе тоже не изменились остались такими же как и были колеса здесь сделаны очень хорошо качественно они из резины и что дало нам хорошую плавность хода в этой коляске вот что касается амортизации амортизация здесь на коляске имеет небольшой ход она все-таки есть но совсем небольшая вот и требовать от этой коляски тоже какую-то бешеную плавность хода не стоит потому что она вы уже по ровной поверхности эти она разблокирует эти колеса очень удобно и нужно наклоняться блокировать просто едете и все на мой взгляд тут это крутое решение вот и как и в предыдущей модели сделано здесь задние шасси поуже передние пошире это дает вам большую устойчивость хорошая маневренность и когда вы поднимаетесь там на бордюр поребрик соответственно у вас передние колеса шире и тем самым вы не будете не будет коляска крениться в какую либо из сторон это тоже на мой взгляд грамотное решение вот ну и собственно тормоз здесь тоже классический нажали стопорнули отжали поехали ничего необычного здесь нет вот и давайте покажу как складывается именно прогулочная часть здесь также эти две кнопки под капюшончиком они обозначены двумя белыми кружками нажимаем опускаем вниз и опять же эта же кнопочка снизу красненькая дожимаем до щелчка фиксатор блокирует чтобы она не разложилась и все также пользуемся опять же транспортировочной сумкой на плечо и в путь вот и раскладывается соответственно все так же просто все разложили и поехали так это в принципе все что хотел рассказать вам про обновленную модель babyzen yoyo плюс и давайте подытожим в своем обзоре на ее предыдущую модель на канале я уже вам говорил что эта коляска идеально подходит для путешественников эта же модель стала просто еще даже получше подходить для этого поэтому смело могу рекомендовать ее людям которые любят путешествовать и брать с собой коляски огромным ее плюсом является то что ее можно брать с собой в самолет ручной кладью не нужно когда вы выйдете прилетите уже до места назначения не нужно ждать пока вашу коляску привезут это иногда и полчаса иногда и больше занимает времени и все это время вам придется ребенка держать на руках еще как-то а так вы взяли раскрыли и прям с самолета выехали уже на коляске это очень удобно вот и как она была качественно сделана так соответственно все и осталось на том же прекрасном уровне вот это в принципе все и хочу поблагодарить в заключении магазин первая коляска за то что предоставили нам коляску для обзора сегодняшнего и если вам понравилось это видео ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал и удачи вам всего доброго